АПЛОДИСМЕНТЫ В Санкт-Петербургском государственном университете рассматривались такие языки, как китайский, японский, тибетский два варианта, турецкий на определенном этапе, арабский, монгольский. И я занималась работой с бенгальским языком. И в прошлом году на нашем конгрессе Востоковеда взяла доклад о дискуртивных словах в бенгальском языке. Параллельно с этим вместе со своей магистранткой Оксаной Анаприенко мы разрабатывали тему дискуртивных слов в языке хинди. И мое сегодняшнее сообщение во многом основано на нашей совместной работе, продолженной мной уже после того, как Оксана закончила университет. В первую очередь надо сказать несколько слов о том, что такое дискуртивные слова. Этот термин был введен в 1991 году французским исследователем Антуаном Кюлиали и подхвачен российскими исследователями. В 1993 году вышла работа «Путеводитель по дискуртивным словам». То есть здесь наши исследователи буквально на передовой в изучении этого феномена. Как видно у меня в презентации, это, возможно, открытый пласт служебных слов, которые выражают отношения между элементами дискурса и связывают текст воедино. То есть это некоторые служебные слова, которым тесно в рамках грамматики, которые служат для того, чтобы нормально функционировал уже текст. Очень доступно о дискурсивных словах говорит Владимир Александрович Плумгян в своей лекции на портале «Постнаука». Довольно известная лекция, и всех, кого заинтересуют теоретические моменты, связанные с дискурсивными словами, я отсылаю к этой лекции. Мне до него далеко и повторяться я здесь не буду. Другие названия, которые существуют для дискурсивных слов, это дискурсивные частицы, дискурсивные маркеры или прагматические частицы или маркеры. Я пользуюсь термином «дискурсивные слова» по той причине, что именно его преимущественно использовали в рамках проекта, в котором я работала. И также благодаря тому, что изучение дискурсивной лексики мной проводилось в рамках определенной теоретической базы, подготовленной Вадимом Борисовичем Косевичем, у меня не было необходимости самой разбираться с тем, что такое дискурсивные слова, что входит в это понятие, какие дискурсивные слова мы будем включать в число дискурсивных, какие не будем, потому что на эту тему существует огромное количество порой прямо противоположных друг другу мнений. Что же нам нужно было сделать с дискурсивными словами? В первую очередь нужно было выявить некоторые критерии, благодаря которым мы сможем отличать дискурсивные слова от иной служебной лексики. Определить разряды в рамках класса дискурсивных слов, описать семантику дискурсивной лексики для каждого языка, пользуясь семантическими примитивами. Это обусловлено тем, что дискурсивную лексику особенно сложно переводить и проводить какие-то типологические исследования. Очень трудно, потому что то, что в одном языке будет «же», которое «да-же», в другом языке это будет «же», которое «то-же», и пользуясь языком-посредником, очень трудно работать с дискурсивной лексикой, поэтому было принято решение дать описание для всех дискурсивных единиц, используя один и тот же набор примитивов. В основном это примитивы по-верлицкой, немножечко уточнённые. И также то, о чём я главным образом сегодня буду говорить, это провести эксперимент по восстановлению дискурсивных слов в тексте. То есть мы взяли небольшой фрагмент текста и искусственным образом удалили из него дискурсивную лексику, а потом предложили носителям и специалистам по языку хинди восстановить эти дискурсивные слова и тем, чтобы посмотреть, что из этого получится. В качестве материала исследования мы использовали три произведения, принадлежащие одному и тому же автору. Это писатель-хинди Мохан Ракеш. Был выбран его рассказ «Антарал», который представляет собой событийный нарратив. Объём на него около 5,5 тысяч слов. Также была выбрана пьеса примерно того же объёма для воссоздания диалогической речи, потому что было предположено, что в диалоге и набор дискурсивной лексики будет другой, и её распределение будет несколько иной. А также дневник Мохан Ракеш. Что касается проблемы выделения дискурсивных слов, то в первую очередь нужно как-то научиться отделять их от другой служебной лексики. Привести грань между дискурсивными словами и частицами, дискурсивными словами и союзами, вводными словами и модальными словами. Основной общий критерий выделения дискурсивной лексики – это возможность безболезненного изъятия её из текста. Что это значит? Это значит, что мы буквально можем пальчиком закрыть дискурсивное слово в тексте, и основной смысл предложения, конкретно предложения, не изменится. То есть основную ценность дискурсивные слова представляют на уровне текста. И на месседже высказывания отдельного их изъятия сказываться не должно. Поэтому это вот был такой общий критерий. Первое, что мы делали, когда подозревали за той или иной лексемой то, что это дискурсивное слово, мы открываем её пальчиком и проверяем, изменилось, не изменилось. Ну и дальше уже конкретно по всем разрядам. Для дискурсивных слов и союзов был разработан вот такой алгоритм. Мы брали лексему и, следуя вот по этой цепочке, отвечая последовательно на опозначенные здесь вопросы, определяли, можно ли отнести ту или иную лексему к дискурсивным словам. Здесь главным образом речь идёт об амонимии таких слов, как, например, парь или лекинг со значением «но», «однако», которые в какой-то ситуации могут быть дискурсивными словами, а в какой-то ситуации их следует отнести к союзу. То же самое относится к лексеме «ор», которое основное значение — это «и». Далее очень важно было отделить дискурсивные слова от частиц. Вообще класс частиц — такой исключительно наполненный класс в языке хенди, как я думаю, в любом другом языке, очень однородный и всегда непонятно, если какая-то лексема, её трудно определить, что же это такое. Обычно она оказывается в разряде частиц. И таким образом среди частиц у нас появляются и показатели согласия и несогласия, такие, когда нет, и синтаксические маркеры, и эмфатические лексемы, и многое-многое другое. Конечно, очень неоднородный этот класс. И при вычленении дискурсивных слов из группы частиц, опять же, мы руководствовались определенным принципом. В дискурсивные слова ушли эмфатические лексемы, такие как, в первую очередь, «и», «ж», «да», «ж». И периодически сюда же мы относили синтаксический маркер «кя», который обычно служит для того, чтобы задавать вопрос. Но здесь у меня по картинке видно, в какой случае мы синтаксические маркеры выносили в дискурсивные слова, а в каком случае мы их оставляли за пределами дискурсивной лексики. То есть если «кя» служит только для того, чтобы сформировать вопрос, как на картинке справа, «кяя маканэй» — это «дом», то есть «кя» не несет особо никакой эмфатической нагрузки, просто служит для маркировки вопроса. Тогда мы не вносим это конкретное «кя» в дискурсивную лексику, а в том случае, если «кя» несет оттенок удивления, «гемаканэй» — «кя», то тогда это у нас будет дискурсивное слово со значением эмфазы. Также в рамках этого проекта по теории Вадима Борисовича Кассевича мы не относили в дискурсивной лексике модальные и вводные слова. В очень многих работах, посвященных дискурсивным словам, как раз-таки модальные и вводные слова тоже рассматриваются как разновидность дискурсивной лексики. Но Вадим Борисович, который тоже на первоначальном этапе выделял дискурсивные слова со значением эвиденциальности и гиперэвиденциальности, впоследствии отказался от этого и решил, что модальную лексику нужно рассматривать отдельно и не путать ее с дискурсивной, поскольку задачи модальной лексики несколько иные — выразить отношение говорящего к обсуждаемому предмету, то же самое касается вводной лексики. Он повелел изъять модальные и вводные слова из числа дискурсивных слов. И поэтому здесь мы их не рассматриваем. Отвечать на вопрос, почему так происходит, я, наверное, могу не в том мере, потому что здесь была несколько подневольно. Еще хотелось бы обратить особое внимание, что при работе с дискурсивными словами у нас не получится просто взять текст, пробежаться по нему поиском или же при помощи каких-то других компьютерных средств автоматически вычленить эти дискурсивные слова, чтобы их посчитать или как-то обратить на них особое внимание, потому что, как я говорила, уже некоторые слова могут иметь дискурсивное употребление, могут оставаться частицами или же союзами. Мы должны каждый раз принимать решение о том, что это. И те лексемы, которые мы преимущественно рассматриваем как дискурсивные, могут иметь недискурсивное употребление. Например, использоваться в различных грамматических структурах. То есть в том случае, если и, би, то, ор, пар, на, пя и другие лексемы выполняли какую-то либо грамматическую функцию, либо являлись самостоятельными знаменательными лексемами, как в случае ския, мы тоже не рассматривали как дискурсивную лексику. То есть при работе с текстом в первую очередь мы выделяем все эти слова кандидаты в дискурсивные слова, потом каждое предложение ручкой на глазкой мы просматриваем и пытаемся оценить все-таки это дискурсивное лексемы в данном конкретном случае или же нет. И надо сказать, что далеко не всегда удается прийти к единому решению, в частности, с Оксаной, с которой работали долгие споры вели на эту тему, относятся ли то или иное употребление к дискурсивному или нет. Но здесь, опять же, главным оставалось для нас то, что закрываем пальчиком, сохранился смысл, отличное дискурсивное слово, не сохранился, как, например, если рассмотреть сочетание причастия с ги, если мы ги это закроем, то значение непосредственного предшествия действия или же быстрая смена событий, оно исчезнет. Значение исчезает, все это дискурсивное слово, мы его из своего рассмотрения изымаем. Всего в дискурсивной лексике можно выделить несколько групп, разделить ее на несколько групп. Первая группа — это слова со значением «так же», «тоже», «но», «однако» и так далее. Их можно назвать еще коннекторами или коннективами, то есть те, которые служат для связи предложений в тексте. Также выделяются лексемы со значением эмфазы, сильные эмфазы, относящиеся ко всему высказыванию, такие как «я», и слабые эмфазы, «и», «то», «на» и другие со значением «да», «же», «ведь» и так далее. И лексемы со значением контрастивной темы — это «то» и производные на основе «то». Такое же «то», как в русском языке. Например, в значении «а на море» это сейчас тепло. Вот у нас в Петербурге сегодня с утра снежок падал, а вот где-то в теплых краях в «дель» это сейчас плюс 47. То в этом значении контрастивно. Количество дискурсивных слов, которые мы обнаружили в рассмотренных текстах, представлено на следующем слайде. То есть мы можем видеть, что, в общем-то, всё вполне в себе предсказуемо. Количество эмфатических лексем наибольшее в диалоге. В повествовании будет больше коннекторов, коннективов и достаточно большое количество контрастивной темы. Тоже представлено в дневниках, поскольку там Мохан Ракеш рассуждает о тех явлениях, которые он наблюдает в своей жизни. Много действительно рассуждений они приводят к тому, что появляется большое количество лексен со значением контрастивной темы. Здесь представлены в таблице далеко не все дискурсивные слова, которые мы рассматривали, а такие наиболее простые, непроизводные и частотные. На следующем слайде можно видеть пример описания семантики дискурсивных слов «и» в первом случае и «би» во втором случае как раз при помощи примитивов. Этот способ оказался достаточно полезным, то есть его было очень трудно на самом деле это описание осуществлять физически. Оказалось, что очень большое количество значений вот у этих маленьких частичек, они передают очень много разных оттенков смысла. И по 10-15 пунктов у нас на каждое дискурсивное слово в зависимости от того, в какой ситуации мы их обнаружили. Ну и, наконец, сам эксперимент, ради которого я этот доклад затеяла. Нескольким нашим респондентам было предложено задание, которое вы видите на этом слайде. Мы попросили носителей языка химии прочитать текст и по возможности вставить в него удаленные из него дискурсивные слова, то есть вставить их туда, где им покажется, что их не хватает, если покажется действительно, что его не хватает какого-то дискурсивного слова. Похожий эксперимент в 2015 году проводился на основе китайского языка моей коллегой Елены Николаевны Колпачковой. И в ходе этого эксперимента они предложили своим испытуемым конкретные места, то есть они указали, откуда были изъяты дискурсивные слова. И когда она представляла свою работу на конференции, ее работа была подвергнута критике именно потому, что исследователь якобы подсказывает испытуемому, куда ему вставить дискурсивное слово. То есть получается нечистый эксперимент. Поэтому мы решили так не делать. Мы просто убрали эти дискурсивные слова и в том числе мы разбили эмпатические формы местоимений, как опять же тут у меня написано на слайде. Мы заменили эмпатические формы местоимений простыми формами, не эмпатическими. И нигде об этом не сказали, где же, собственно, должны скрываться наши дискурсивные маркеры. Для интереса одному испытуемому я предложила текст с пробелами. Ну и он воссоздал его практически полностью и сказал, что это было очень просто и неинтересно. Поэтому в дальнейшем я от этого отказалась. И действительно был всем моим испытуемым предложен чистый текст, в котором ничто не указывает на то, что в нем когда-то были какие-то еще другие слова. Всего было роздано около 50 анкет относителям к Индии, но, как всегда, это бывает в Индии, вернулась из них половина примерно. Текст был на самом деле несложный. Всего около 700 слов. И в целом в нем он был интересен тем, что в нем встречались дискурсивные слова всех четырех типов. То есть там были эмпатические дискурсивные слова, самая распространенная — это «и», а также несколько эмпатических форм и стоимений. Был коннектор «би» в некотором количестве, коннекторы «пар» и «лекен», однако. И то именно в значении контрастивной темы, не в значении «эмпазы», что тоже было для меня важно. Все примерно в одинаковом количестве, распределено по тексту. То есть вот такой довольно удачный момент. Кроме того, это основной сюжет. То есть легко читающий может понять, что к чему. Ему не нужно выходить на более широкий контекст. Повествует этот фрагмент о том, как сложилась жизнь друга детства главного героя рассказа Антаран, с которым он сталкивается спустя много лет. И вот этот вот его друг Алтав рассказывает о тех бедствиях и несчастьях, которые его постигли за те годы, что они не видели. То есть исключительно рассказ Алтава, больше ничего. И, как показал эксперимент, сложности в понимании этот текст не вызвал. То есть он был выбран достаточно удачно. Что же в итоге? Кто стал участником этого эксперимента? Вернулись мне обратно около 20 анкет. Нужно сказать, что индийцы, в отличие от китайцев, очень необязательны в этом отношении. И если их просят что-то делать, то они с радостью соглашаются, они никогда не отказываются. Но потом, естественно, ничего не делают. И многие респонденты говорили, да-да-да, я, конечно, все возьму. Потом возвращали пустую анкету со словами, ой, а я тоже писатель, а можно я лучше что-то напишу, а вы меня в России опубликуете. А вот что-то, мне кажется, что это вообще не текст на хензи, а кто-то его переедал, я не буду его читать, ну и так далее. Тут много слов урду, это не хензи, это урду, уберите это от меня. Ну, а некоторые просто вообще ничего не присылали. И поэтому удалось вынуть анкету только из тех, у кого мы стояли буквально над душой. Всего 20 анкет вернулось нам от носителей. Это преимущественно жители Дели в возрасте 20 с небольшим до 67 лет. Все люди с высшим техническим или гуманитарным образованием, большинство это, ну, как легко догадаться, программисты из Бургаона. Но, кроме того, я в какой-то момент задумывалась о том, что, может быть, моих коммуникативных способностей не хватает для того, чтобы убедить индийцев поучаствовать в эксперименте. И попросила свою коллегу Анну Витальевну Чебнахову, которая участвовала во всемирной конференции хензи на Маврикии позапрошлым году, раздать анкеты там. И несколько анкет вернулись нам с Маврикия. Четыре анкеты от специалистов по языку хензи. И один из носителей – это Гаутам Кашьяф, аспирант филологического факультета нашего университета, русист, индийец. И также для интереса в эксперименте поучаствовали трое преподавателей хензи. Двое из них – это сотрудницы нашей кафедры индийской филологии, Дарья Валерьевна Соболева и Дарья Павловна Антоненко. А также преподаватель хензи ныне уже из Германии, а не как-то из Петрозаводска, Оксана Анатольевна Фокс, которая работает с индийскими танцами много лет, сама изучила язык хензи. Не является филологом, это важно, но тем не менее с языком хензи работает давно и достаточно успешно, очень хорошо им владеет, работает синхронным переводчиком и так далее. Общие итоги проведенного эксперимента оказались таковы, что несмотря на то, что, как я показала на слайде, в инструкции было четко сказано, что какие слова были из текста изъяты, несколько носителей не добавили ни одного дискурсивного слова. Из этого я делаю вывод о том, что мы правильно выбрали дискурсивные слова, и текст остался понятен даже несмотря на их изъятие. То есть носители смогли понять, о чем идет речь, им не понадобилось ставить ни одного дискурсивного слова. Кроме того, несмотря на то, что были перечислены все изъятые элементы, многие носители использовали не все эти элементы, то есть вставляли то, что им хотелось, что тоже, я считаю, большое достижение со стороны носителей. Они именно работали с текстом, они повиновались нашей волей. Тоже вполне предсказуемо, что легче всего восстанавливались коннекторы, труднее всего восстанавливались дискурсивные слова со значением контрастивной темы. Они оказались наименее очевидны. Интересное наблюдение, которое потом нашло свое объяснение, заключалось в том, что эмфатические формы местоимений восстанавливались гораздо легче, чем сочетание эмфатического дискурсивного слова с другими именами. То есть вот эти вот как раз УСИ, ВОИ и УНИ носители и другие участники эксперимента восстанавливали с гораздо большей частотой, чем другие зачитания. И также оказалось, что ни пол, ни возраст, ни образование участника не оказывают принципиального влияния на результат. То есть, как будет видно из таблицы на следующем слайде, все показали плюс-минус одинаковые результаты по успешности восстановления дискурсивных слов. Никакого, ну, на самом деле, не такое большое количество, конечно, мы рассмотрели анкет, но пока никакой принципиальной разницы, никакого условного победителя, кроме Гаутама, которого будет видно, я выделить не могу. То есть никакой корреляции с вне персональными факторами по восстановлению дискурсивных слов я выделить не могу. В отличие, кстати, от результатов китайского эксперимента, где гендерный фактор оказал существенное влияние. Кроме того, любопытным оказалось то, что многие носители решили подправить предложенный им текст, но не в плане дискурсивных слов, а в плане, например, орфографии, в том числе авторской, убрать из него лексику урду и какие-то диалектизмы, то есть они просто зачеркивали слова урду, заменяя их на слова собственной тензи, или же санскритские заимствования. Очень им не понравился активно используемый в этом тексте Моханом Ракешем блюхан перфект, они его заменяли на претеррит, то есть если было где-нибудь написано «Гога и Атха», они зачеркивали последовательно этот «тха» со всему тексту, чем-то он им не пришелся по душе, и не одному, а нескольким людям, но, кстати, в основном молодым, то есть, по всей видимости, тоже может послужить материалом для дальнейших исследований о том, какие глагольные формы, какой статус имеют в современном разговорном, в первую очередь, хиндель, и формы субординации. Они меняли периодически, им иногда не нравилось, что к кому-то обращаются в нейтральные субординации, в мухонраке, что время как им кажется, что надо использовать повышенную наоборот. То есть, подошли творчески. Я не могу сказать, что кто-то схалявил, те, кто не вставили ни одного дискорсивного слова, это не значит, что они невнимательно отнеслись в текст. Нет, они были очень внимательны, они все исправляли, но вот дискорсивные слова им не понадобились в тексте, им и без них все оказалось понятно. Итак, вот результаты. Таблички у меня слева указано количество вставленных дискорсивных слов в каждом из участников эксперимента. И через слэш указано то, насколько они попали, то есть сколько из них было удачных. И наверху в скобочках у меня указано, сколько их было оригинально этих дискорсивных слов. То есть мы видим, что в целом и мужчины, и женщины, здесь, к сожалению, в таблице я возраст не у всех стала указывать, показали плюс-минус одинаковые результаты. Две женщины, тут видно, Химани Неги и Трепти Шревастова, они очень постарались, вот прямо по ним было видно, как они очень старались, и они действительно оказались теми, кто постарался как можно больше дискорсивных слов напихать в этот текст, там, где надо, там, где не надо. И в частности, у одной из них, например, вот ей очень хотелось ставить пар, а пар у нее никуда не вставлялся, и тогда она использовала пар в другом значении, в значении после лога, после. То есть для того, чтобы хорошо выполнить свое задание, они были готовы на все. Но это вот, пожалуй, такое исключение. Ну вот у них видно, что у них Ги, тут 10, 9, и Ги тоже, вот Трепти, такая очень эмоциональная девушка, ставила очень много, гораздо больше, чем их даже было в оригинальном тексте. Все остальные плюс-минус одинаковые, что интересно, наши российские исследователи здесь оказались не сильно отличающимися от индийских коллег по эксперименту, то есть примерно те же показатели, никак серьезно не отличаются показатели у филологов и нефилолога, то есть все примерно одинаково. В этом плане единственное, вот у меня тут розовым цветом выделен тот самый Гоутам Кашьяк, который смог восстановить наибольшее количество правильных дискульсивных слов, он их ставил не так много, но практически все из них он попал, то есть практически везде он угадал оригинальный текст, смог его прочувствовать, хотя я здесь исключаю этот вариант, что он был знаком ранее с текстом, это такой достаточно неизвестный рассказ и не пользующийся большой популярностью у носителей Хинги. То есть вот он просто смог прочувствовать действительно то, чего от него хотели. На втором слайде у меня представлены те участники эксперимента, которые не проявили больших успехов, если так можно сказать, то есть те, кто восстановил максимум по одному, по два дискурсивных слова, или же, вот как вы видите, здесь четыре анкеты вообще по нулям, то есть ничего, ни одного дискурсивного слова нет, только исправление грамматики и орфографии. Каковы же материальные результаты? Да, как я сказала, лучше всего восстанавливаются коннекторы, и, кроме того, легко восстанавливаются те дискурсивные слова, которые задействованы в различных фразеологических выражениях, как вот в частности второе здесь в табличке, вернулся, а бутея тот же трилистник. Как я выяснила, бутея это вот дхак, некоторое растение, у которого три листочка, наверху слайда его можно видеть, обозначает это выражение, то, что ничего не изменилось, и вот это логинь, входящее в состав этого выражения, оно восстановилось практически безошибочно всеми, причем и неносителями языка хинди тоже. Интересно, два последних предложения здесь в этой табличке. В фразе было два дискурсивных слова, один коннектор и одна контрастивная тема. Ну вот коннектор оказался, что восстанавливается легче, чем контрастивная тема. Коннекторы восстановили три участника, а контрастивную тему восстановило только двое из них. Интересно, что была анкета, одна, в которой не было коннектора, но была контрастивная тема. И еще несколько здесь примеров, которые восстановили несколько участников. Те случаи, где восстановил только один респондент, я их в эту таблицу не включала. Почему легче восстанавливаются эмфатические формы местоимений? Ну, в общем, это стало понятно, когда я обратилась к нашей семантической интерпретации. Выяснилось, что в сочетании с указательными местоимениями, которые выполняют хинди, в том числе роль личных местоимений, коннектор передает, прошу прощения, эмфатическая частица хи передает коннективное значение. То есть получается тот же самый. И вот эти сочетания местоимений с эмфатической части хи, они приближаются по своему значению, по своей семантике к коннекторам. Поэтому тоже их оказалось несложно восстановить. Интересным для меня оказалось то, что в тексте Мохана Ракеша было несколько так называемых ловушек. То есть это те места, в которых очень много респондентов установили дискурсивное слово в то время, как в оригинале его нет. И, как я постаралась показать по переводу, далеко не везде здесь действительно требуется какое-то дискурсивное слово и просится иногда. Его здесь совершенно не нужно, не может быть, исходя из особенностей грамматики. Например, не соблюдается единство субъекта у двух высказываний, и нет потребности в том, чтобы восстановить коннектор. А те, которые выделены у меня розовым цветом на этой странице и на следующей, вот в тех, пожалуй, что появление дискурсивного слова очень ожидаемо. И я проверила по частотности подобные фразы по Google книгам. С дискурсивным словом они встречаются чаще. То есть там просится дискурсивное слово, и его отсутствие объясняется не тем, что Мохан Ракеш хороший стилист, а просто, видимо, какими-то его собственными желаниями вполне можно было там установить дискурсивное слово. Но в других местах оно, может быть, где-то и просилось, но лучше его там все-таки не ставить. Исходя из семантики дискурсивных слов, видно, что оно здесь не нужно. Интересно, что вот в одном месте, на этом слайде это видно, двое русских поставили дискурсивное слово «декен», в то время как его там быть не должно. То есть оно просилось именно, по всей видимости, для нас. Ведь нам хочется повсюду это. Но, однако, поставить индийцы могут пользоваться другими средствами, которые будут в следующем предложении после приведенного здесь. То есть их мышление с другой несколько структурой, оно отличается от русского. Но это, пожалуй, что единственное такое мысль. Екатерина Александровна, у нас время. Да, вот последний, может быть, покажу слайдик. Несколько ситуаций, когда мне сложившаяся ситуация напомнила детскую игру про «угадай цвет». То есть когда один человек загадывает какую-то композицию, другой должен угадать, и тот, кто загадывает, он выставляет ему оценочки. Попал с местом и цветом, попал с местом, а не попал с цветом и так далее. То есть вот несколько таких ситуаций тоже у нас было, когда ставили не то дискурсивное слово или же ставили дискурсивное слово, но на какое-то соседнее место. То есть тоже вот такие некоторые места, которые, по всей видимости, чувствуются носителем, как то, что хочется поставить дискурсивное слово, но не всегда попадают, не всегда угадывают. Ну и о перспективах. Конечно, в дальнейшем нужно, первое, привлечь большее количество испытуемых, расширить сексуальную базу, если мы будем заниматься этим вопросом. И, возможно, вот это моя мечта, это посмотреть дискурсивные слова в переводных текстах, то есть сравнить, наконец, тексты бенгальские и хинди. В этом плане легче всего брать Примчанда переводы на бенгальский, с одной стороны, и переводы Широ Чандра Часпадгая на хинди. Их много, они разные, они писали небольшие рассказы, то есть здесь будет все просто. Посмотреть основную троицу дискурсивных слов, мне это интересно, это M-фаза G с эквивалентом и в бенгальском, B с эквивалентом O в бенгальском, и то, которое в обоих языках. То, вот посмотреть, насколько переводчики действительно сохраняют эту дискурсивную лексику или же меняют, если меняют, то на что. Ну вот, надеюсь, что смогу в дальнейшем рассказать что-нибудь на эту тему. Спасибо за внимание. Спасибо за интересный доклад. Ну, на самом деле, в грамматике хинди есть, ну и, наверное, в санскрите, есть такое понятие, как «висмая адибодха». Мы обычно переводим этот термин, когда переводим ее грамматики на русский язык или на английский, как это самое, междометие. Но, судя по всему, как раз для хиндийской грамматики, хиндийская грамматика подразумевает под этим словом как раз вот весь тот спектр дискурсивных слов, о которых вы говорите. Что, собственно, эти дискурсивные слова, они и играют роль междометий, эмфатических каких-то конструкций, но, по сути дела, это междометия. Не знаю, насколько я прав, может быть, вы прокомментируете. И вот было бы интересно узнать, доклады на такие темы, они когда-то читались на самом языке хинди, и какой вы бы термин использовали для этого понятия хинди? Вот, может быть, тот, который я сказал. Ну, еще там пара небольших таких моментов. Действительно, вот это плюс-копорфея, плюс-копорфея, то есть перфект, он, мне тоже, кажется, умирает, потому что я думаю, что это связано с вернекуляризацией речи, и если вы смотрите современные телеканалы, то раньше телевидение было каким-то таким эталоном такого вот искусственного высокого хинди, то есть сейчас уже нет. И плюс-копорфея, он, конечно, скорее феномен такой литературный. Вот, мне было бы интересно узнать, насколько дискурсивные слова связаны с местоимениями. Правда ли, что мы можем все это как раз поместить вот уже в понятие, которое имеется в грамматике хинди, и было еще до вот вашего эксперимента, и, ну, и все. Спасибо. Ну, я бы, наверное, пока стереглась напевать дискурсивную лексику висмаяди-бодхак, потому что висмаяди-бодхак это в первую очередь какой-то висмай. Тут в би и в то в нем никакого висмай не. Мы все-таки не стали их объединять, тем более, что междометия, они не входят в синтаксическую структуру высказывания, они стоят особнячком, а дискурсивная лексика, она все-таки в высказывание внедрена и служит для построения текста. Я задумываюсь, что все прокурорно на пользу кинди-бодхак не нашла. То есть все исследования, собственно, индийские, они на английском языке на эту тему. И в скобочках даже никакого термина кинди я пока не нашла. Я не знаю, что его нет, но вот сейчас я активно работаю на эту тему со своими коллегами из университета НР в Герии с русистами. И у них сейчас своя конференция проходит, я жду, пока она у них закончится, и они мне, наконец, ответят, что они думают на эту тему. Так что надеюсь, что смогу. Но пока последнего хорошего термина я не вижу. Спасибо. Я просто подумал еще вот об этом знаменитом бодж-пурийско-авадгийском ре, вот это миллега-ре, миллега-ре. Это дискурсивное слово или нет, или это все-таки междометие, потому что я, например, не знаю, как определить это слово. Мне кажется, оно бы подошло вот к тому, о чем вы говорите, но... Тут весь вопрос в теории. На самом деле, вот если мы посмотрим работу по дискурсивным словам и на тот набор того, что включается в понятие дискурсивное слово, мы просто удивимся тому, как же это все по-разному. И, как я говорила в начале доклада, я здесь человек несколько подневольный, то есть вот что мне выдали в качестве дискурсивных слов, я была отчасти счастлива, что мне приходится теоретизировать на эту тему и предлагать какие-то свои решения, но вот исходя из концепции Вадима Борисовича Косяевича, за которым я следовала здесь, это не пойдет. То есть ни междометия, ни водные слова, которые очень многие исследователи как раз рассматривают как дискурсивные, нет, мы их в это исследование не включаем, опять же, будут посвободнее, может быть, смогу их тоже рассмотреть, но, опять же, мне представляется, что своя правда в этом есть, в том, чтобы их не включать, они все-таки отличаются принципиально от того, что мы видим, ну там, может быть, имфаза приближается к ним, но немножечко другая в них будет. Спасибо. Будем разбираться. Да, да, надо разбираться. Понимать, что это такое. Спасибо большое. Но меня не удивило, что Гаутам Анилович Кашьяб задал самый точный ответ, потому что он все-таки филолог и у него прекрасное чувство языка. Причем он буквально это сделал за 10 минут, то есть я попросила от отчаяния, когда я увидела, что никто мне ничего не присылает, и я ему уже говорю, ну сделай, пожалуйста. И вот через 10 минут у меня был текст, и я удивилась тому, что, ну, практически стопроцентное попадание, то есть у него лишних буквально два. Но вы согласны, что 20 ответов, 20 анкет — это недостаточно для, в общем, выборки? Конечно, конечно. Ну, я же говорю, что это исключительно первоначальный этап, то есть будем работать дальше. Но уже по этим 20 анкетам, на самом деле, что меня поразило, люди, многие друг с другом никак не связаны, ну, как вот какие-то профессора, хинди, которых мы встретили на Маврикии, и айтишники из Баргаона, они никак не пересекаются. Они одни и те же дискортизные слова восстанавливают в одних и тех же местах, как правильно, так и неправильно. То есть вот разгруз, он пока оказался очень невелик. Ну, понятно, что надо расширять базу. Спасибо большое. Очень заманчивая тема. Скажите, пожалуйста, у вас в списке коннекторов у вас ОР значится, а в эксперименте нет. Почему? Его не было в этом тексте, не встретился он. А, то есть коннекторы вы собирали, то есть все эти дискортизные слова вы собирали так, чоком, вообще, а дальше уже только, понятно, спасибо. Работали с большим, с более большим текстом, то есть у нас был весь рассказ этот вот Антарал, была пьеса, кусочек из Адри Адлурии, были дневники, тоже кусочек выбран, ну, примерно одного размера, по 6 тысяч слов каждый фрагмент у нас был, и мы работали изначально со всеми этими текстами целиком, а потом маленький фрагментик предложили уже индийцам, потому что предложить им что-то больше совершенно нереально, они бы уже с этим не стали работать. И вот что встретилось в этом тексте, оно, собственно, примерно ушло. Спасибо. И скажите, пожалуйста, а лингвистически ваши респонденты как-то различались? То есть они в Дейле? Откуда они, с каким лингвистическим? Носители, пазыскими фрагментами, через себя как таковые. А откуда неизвестны? Ну, насколько я знаю, там несколько из них, это соседи Харьяна, и вот Гоутам, который показал наилучшие результаты, он откуда-то из Бехара, по-моему, вообще с какой-то такой сумородочек. А все остальные в основном это Дели. И вот те люди, которые были из, которые на Маврикии, которых Анна Виталиевна поймала, они из Бенариса. Они, простите, из Бенариса. Ага. Ну, неизвестенирующие себя, как инвестиционер. Опять же, ну, понятно, что нужно набирать, набирать, набирать. Они из Бенариса, или у них предки из Бенариса? Я вот тоже недавно был на Маврикии, там все берут на Бочпуре преимущественно. Не-не, это не жители Маврикии были, это было Вишвагин Бесамела, и это были участники Вишвагин Бесамела. индийцы. Да, индийцы, причем те, которых допустили к нашим участникам иностранцев, то есть, это такие отборные индийцы были, которые себя позиционировали как носители Шудшудхинли и так далее. Ну, опять же, я тут во всем полагаюсь на опыт своей коллеги, которой я не могу не доверять, она отбирала самых лучших. Но опять же, те, которые что-то дали, потому что даже там вот на Вишвагин Бесамела они с радостью брали эти анкетки, а потом в них само заворачивали или еще что-то делать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok